Мы разные, одни снимают как ходят в туалет, другие 100 слоёв скотча на лице. Но мало кто способен по отмороженности переплюнуть ютуберов с огромными гидравлическими прессами. Они уничтожают просто всё, что попадается им на глаза. На 10 сумасшедших экспериментов с гидравлическим прессом мы сегодня и посмотрим. Вы слышали миф о том, что лист бумаги невозможно согнуть больше 7 раз? Чушь, если у вас есть гидравлический пресс, правда он выдавил из бумаги всю влагу, что она стала как пластик. Слышали они ньютоновской жидкости, это жидкость твёрдая, как камень при нажатии, но жидкая, как вода, когда её не трогают. По логике, она должна выдержать испытания гидравлическим прессом. Вы, возможно, думаете, что прессу ничего не способно противостоять, а вот нет, капля принца Руперта. Это расплавленное стекло и закалённое в воде, невероятно странный предмет с необычными свойствами. Его пресс раздавить так и не смог. Когда меня спрашивают, как хуже всего потратить 40 тысяч долларов, я недолго, думаю, показываю это видео. Неужто на западном ютубе так хорошо зарабатывают? Вот это слиток золота стоимостью 40 тысяч долларов. Батареи смартфонов способны взрываться даже под прессом. Так что никогда не вздумайте, если вам это пришло в голову давить огромным прессом аккумуляторы. Кто играет в бильярд, знает, насколько тяжёлый бильярдный шар. Раздавить, как выяснилось, его не так уж и сложно, он попросту взрывается. Вы считаете некоторых блогеров сумасшедшими? Уверяю вас, если блогер не сует гранату под гидравлический пресс, то он нормальный. Но сейчас мы увидим как раз сумасшедшего. Всегда хотели знать, из чего состоят кегли и шары для боулинга? Пришло время это узнать. Следующее видео, сладкоежка, смотреть запрещено. Запрещено, я сказал. Если вы любите задаваться очень странными вопросами, то вот вам ещё один. Кто победит, гидравлический пресс или домкрат? Кстати, тоже гидравлический. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!